Сегодня Валерий Радаев встретился с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Речь шла о реализации программы развития аграрного сектора региона до 2020 года. Из правительства репортаж Александр Хлынцов. Присутствие Россельхозбанка в регионе отмечено еще с 2002 года. За этот период в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области вложено более 32 миллиардов рублей. Но подписание этого соглашения ориентировано на дальнейшую перспективу. У нас принципиально важно, что мы видим здесь на самом деле стратегического партнера, с которым можно выстраивать отношения именно по инновационным сегодня проектам, которые так необходимы на территории Саратовской области. Потому что мы сегодня ставим задачу именно левобережья, правобережья. Каждый заниматься должен своим сектором согласно тех природно-климатических условиях, которые есть. В регионе работает 26 филиалов банка. Сейчас кредитный портфель составляет 10 миллиардов рублей. В дальнейшем он будет увеличен. Будем ставить задачу в течение года увеличить эту цифру на 50 процентов. То есть через год мы ожидаем от филиала, естественно, с поддержкой администрации, кредитный портфель не менее 15 миллиардов рублей. Саратовская область является зоной рискованного земледелия. Заключение соглашений о сотрудничестве призывает стороны к особой ответственности перед друг другом. Если говорить об ответственности, то губернатор Саратовской области Валерий Васильевич делает правильные шаги, объединив работу депутатов Государственной думы для жителей Саратовской области. В том числе и сегодняшнее мероприятие. Это итог совместной работы. Что обеспечит дальнейшую поддержку всех сельхозпроизводителей Саратовской области. Александр Хлынцов, Иван Серяпин, Кирилл Логинов. Вести. Саратов.